Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 18 декабря По народному месяцу слову Саввин день, Савва зимний В этот день христиане чтут память преподобного Саввы Освященного Родился в Каппадокее, жил в пятом начале шестого века Праздник святого Саввы считался очень важным на Руси По народным поверьям, в этот день ни за какие работы не брались Так как все могло пойти прахом Может сложиться впечатление, что на Руси было слишком много дней Когда крестьяне не работали, а что-то праздновали Но дело обстоит не так Крестьянский труд был тяжелым и приходилось работать от зари до зари Причем работали не каждый на себя, а всей общиной Посев и жатва, вывоз навоза на поля Молодьба, рубка капусты, строительство и так далее Естественно, что такой коллективный труд требовал отлаженной системы Поэтому к лентяям и пьяницам в крестьянской общине относились с презрением В старину замечали, что Савва продолжает Варварину работу Морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы Было и другое название этого дня – Савва-сальник Прозвали его так потому, что он оттепелью повышал температуру, образуя гололед, а на реках лед утолщая По этому поводу говорили – Савва салит, ледяные настилы стелет В этот день люди говорили – тот, кто на Савву засватается, тот весь век не будет разлучен Считается, что на святого Савву беременная женщина не должна мыть голову, иначе у ее ребенка будет слабая память Кроме того, в этот день нельзя было ругаться и произносить бранных слов Особенно тем, у кого в хозяйстве была лошадь Это могло привести к беде на зимней дороге Да и вообще, ругаться не стоит, один вред от этого Наши предки умели определять погоду, не выходя из избы 18 декабря это можно было сделать по огню в печи Если он красный, а поленья трещат, значит на дворе лютая стужа Предсказывали в этот день и погоду на будущее Дым столбом предвещал мороз При ветре дым волоком – ненастье Если же дым без ветра стелился по земле, можно было ожидать снегопада А еще примечали Если снег начал неравномерно подтаивать с просветами То в скором времени наступит оттепель Белки деревья оставили и на землю спустились То вскоре будет тепло Снегирь запел на снег в югу и слякоть Дует сильный ветер То с 13 по 31 июля Также следовало ожидать сильного ветра И добавляли Савва на мороз староват Щедр, то есть Славяне, на пути к себе Не забывайте прислушиваться к другим Здравия и мудрости вам! Братья-месяцы Славяне, на пути к себе Славяне, на пути к себе